Приветствую вас! Конечно, если вы обращаетесь за реальным ответом, а не за подтверждением своей правоты, то мой ответ определенно даст вам некоторую пищу для размышлений и, возможно, даже подвигнет на какие-то корректировки своего поведения. А если же вы ищете просто подтверждение своей правоты, то здесь, я полагаю, вам уже подтвердили, что поведение вашей мамы не нормальное и так далее. Я полагаю, что этот вопрос можно считать закрытым. Ну, по крайней мере, как это видится мне. На самом деле, на самом деле, не правы вы обе. Не права ваша мама, которая считает, что можно пренебрегать правилами гигиены. И дело здесь вовсе не в том, что она это делает. Дело вовсе не в том, что это просто противно, это просто неприятно, когда человек ведет себя так. Нет, дело совершенно не в этом. Потому что вопрос, приятно-неприятно, решается несколько иначе. И уж точно не в том контексте, как он пытается защитить его выезд. Дело именно в том, что это нарушение гигиены и как следствие возможность получить какое-либо заражение. Это вот куда более серьезная проблема. Проблема именно заражения. И если мы говорим о возможности заразиться, то это весьма и весьма серьезный момент. И если ваша мама по какой-то причине не понимает, насколько это серьезно, то это и есть проблема. Именно отсюда, именно здесь и нужно бить тревогу, что ваша мама не понимает того, что можно заразиться. Здесь, конечно, рекомендуется либо с человеком вообще никак-никак не кондектировать, либо постараться ее дистанцироваться, либо, если возможно, жить отдельно. На худой конец рекомендуется показать ей какую-либо информационную передачу о том, к чему может привести несоблюдение гигиены и так далее. Но, опять же, не так, что это все ее убедит. Так сказать, мама всегда вела такое образование, как вы говорите, и, соответственно, вряд ли она его будет менять. С другой стороны, если она всегда вела такое образование, то почему вдруг именно сейчас вы решили задать маму этот вопрос? Получается что? Что что-то изменилось, что-то поменялось? Либо ситуация как-то настраивалась, либо что-то еще. Ну, я порагаю, что это непословно наслуживает того, чтобы разобрать данный момент. То есть, почему и как получилось так, что так было всегда, но только сейчас вы обратились к психологу для решения этой проблемы. Мне видится, мне видится, мне ситуация видится так, что какой-то вот переломный момент наступил, который заставил вас так, ну, так вот поступить. Но о переломном моменте вы, к сожалению, ничего не говорите. То есть, ваша мама не соблюдает правилам гигиены. Это самое плохое. Что происходит у вас? У вас ситуация немножко иная. Вы чисто плотная и брезгливая. Но ровно настолько, насколько же ваша мама, скажем так, грязнула. И, естественно, можно, конечно, говорить о неком компенсационном поведении с вашей стороны. То есть, компенсационное поведение – это то, что ваша мама вот она такая. Вы же, в свою очередь, другая. Вы, в свою очередь, прямая противоположность ей. Только потому, что ваша мама вот такая. И я думаю, что брезгливость выражена чрезмерно. Я думаю, что брезгливость выражена ярко. Это точно ей хорошо. То есть, любая чрезмерность, любой перебор в чем-то, да, это не является чем-то хорошим на самом деле. Потому что любой перебор – это всегда что-то негативное. Это всегда отклонение от нормы. Поэтому ваша брезгливость, она призвана, как бы это сказать, противостоять. Ваше брезгливость, она призвана противостоять маме, противостоять маме в ее, значит, ну, в ее вот таком образе жизни. Так? И, соответственно, это тоже не есть хорошо. Поэтому, мое мнение такое, что вы обе, вы обе неправы здесь. Обе неправы. Не брава ваша мама и не бравы вы. И, соответственно, вам в этой ситуации я рекомендую обратиться к психологу, потому это ваша мама, скорее всего, к психологу не пойдет. Вот. Обратиться к психологу для того, чтобы подумать, с чем связана ваша брезгливость. Потому что брезгливость – это во многом усложняет жизнь твоя. Что касается правоты, то здесь я могу сказать следующее. Именно по правоте. Я думаю, что не стоит пытаться в любом случае переделать вашу маму, не стоит пытаться ее менять, не стоит пытаться как-то ее перевоспитывать, не стоит пытаться думать, что вы знаете больше, чем сайт «Она». Вот. А мы тогда знаем то, что что-то для нее актуально. Вы знаете то, что она, что-то для вас актуально. Если вам не нравится, как она себя ведет, посмотрите вариант раздельного проживания. Или посмотрите вариант такой, что вы можете сказать своей маме, что, ты знаешь, мам, например, я тебя очень люблю, и я, допустим, уважняю твой выбор, уважняю то, как ты, ну, уважняю тебя, да, то, что ты сделала, там, для нас, например, да, там, для меня лично и так далее. Вот. Все это я уважаю, но я не хочу, не желаю терпеть, что ты это делаешь. Поэтому если ты хочешь это делать, то делай, пожалуйста, ну, где-то, соответственно, в другом месте, там, где меня нет, например. Все это либо так, чтобы мы этого не видели. Потому что если ты делаешь что-то так, что мы это видим, то, соответственно, ты не уважняешь уже наше желание. А это, это неправильно. Вот. Вот я думаю, что так можно ответить вам на ваш вопрос. Вот. Основная мысль в том, что ваша близливость – это реакция на мамино поведение. Тут уже вам решат. Либо вы стараетесь принимать маму, либо вы идете по пути, значит, работая со своей близливостью и понижению ее уровня. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!